всем салам алейкум сегодня мы с вами научимся рисовать строить штриховать цилиндр что нам для этого нужно у меня это лист формата а4 карандаш я рисую карандашом hb можно взять потверже для начала мы находим середину листа пунктирной линии можно это делать от руки можно под линейку потому что у нас середина листа будет как раз серединой цилиндра так как цилиндр у нас главный герой здесь он у нас будет крупно и посередине листа будет его середина соответственно далее мы можем наметить докуда он у нас может быть максимально то есть его высота ну допустим досюда то есть мы не втыкаем его в потолок ступаем тут место и вот такой небольшой линии обозначаем что он может быть вверх максимально досюда а вниз допустим досюда опять же чтобы он не втыкался теперь в пол как мы его строим вот у нас есть линия середины мы сейчас обозначили докуда он идет внизу и докуда он может быть вверху видно там да видно и сейчас мы найдем вот такие горизонтальные линии это наши вспомогательные на которых мы отмерим сначала ширину этого цилиндра вот так а потом мы на них будем строить эллипсы вот так вот и вот тут благодаря эллипсам у нас цилиндр и будет похож на цилиндр вот поэтому линии докуда цилиндр у нас может быть у нас есть теперь нам нужны вспомогательные линии они у нас чуть чуть повыше идут они у нас подлиннее и здесь и здесь то есть мы отступили немножко и сверху снизу вспомогательные линии нарисовали тут мы можем произвольно обозначить какая у нас будет ширина мы хотим может быть пошире поуже я беру ну примерно вот такую вот ширину цилиндра и если я с одной стороны наметила вот такую ширину то я могу либо вот так вот ноготками померить это называется крабиком и вот так вот ноготками отмеряем на вторую сторону также и у нас от линии середины в одну и в другую сторону одинаковое расстояние одинаковая ширина и то же самое сверху то есть мы отмерили и с одной и с другой стороны вот так отметили это можно делать карандашиком еще то есть мы так положили карандашик и если здесь до сюда тут же по карандашику померили либо линейкой можно не морочиться отмерить все это линейкой кому как удобно у себя я все это еще чекнула линейкой и допустим если у меня здесь от линии середины 5 и 3 то и также 5 и 3 сюда 5 и 3 сюда 5 и 3 сюда то есть ширина у нас дана теперь мы можем спокойно соединить линиями можно неспокойно соединить такими вертикальными линиями стороны то есть у нас уже две стороны готовы теперь самые интересные эллипсы эллипсы это у нас овалы такие сплющенные кстати соединять то тоже если хотите можно от руки поначалу можно под линейку а потом уже как бог на душу положит что эллипсы эллипсы это сплющенные овалы и сверху у нас тут будет эллипс сплющенный потому что то как мы видим цилиндр когда на него смотрим мы не очень сильно видим эту верхушку мы на него смотрим не сверху а прямо и так как мы не видим верхушку то у нас вот такой вот сплющенный цилиндр сплющенный эллипс будет сверху а снизу где дно эллипс будет более открытый и дно такое более кругленькое это передает ну реальный вид вещей так сказать чтобы у нас этот эллипс никуда не съехал удобно его краешки вот у нас здесь есть можно сказать плюсики с одной стороны и с другой стороны можем поставить себе плюсики и вот сюда запихнуть края эллипса может быть кому-то так будет удобнее важно чтобы вот этот вот краешек эллипса он не съезжал вот с этого плюсика потому что если у нас например вот эта линия туда а эллипс съехал его тут торчит то все цилиндр у нас кривой нам не нравится это ну или нам нравится остальным не нравится вот и мы можем вот так вот сделать сначала краешки эллипса сюда помним что посередине у нас эллипс самый открытый поэтому может быть вам удобно будет отметить края самую широкую серединку и потом все это соединять тут кому как удобнее а кто-то просто вот от руки сразу рисует ну не отмечая вот эти вот части вот и мы сверху рисуем вот такой вот эллипс который является таким более закрытым можно даже более закрытый сделать чем у меня то есть вот какой у меня можно еще сделать допустим вот такой вот чтобы он был еще более закрытый более открытый не советую это уже будет несколько некорректно это у нас верхняя часть цилиндра в нижней части тоже вот у нас здесь можно поставить плюсики чтоб удобнее было и у нас чтобы эллипса никуда не съехали точечки если хотите можно поставить и здесь у нас будет более открытый эллипс как вам удобно можете его строить и важно опять же чтобы посередине он самый такой был широкий и в целом более или менее ровный кто-то это делает все одной линии кто-то рисует 1500 линии тут тоже все окей как кому более комфортно это у нас нижний эллипс мы его прорисовываем весь потому что мы очень умные но тут мы его потом сотрем то есть этот более закрытый этот более открытый еще допустимо сделать более открытый чем у меня допустим до сюда можно менее открытый лучше не делать можно либо как у меня либо больше может больше взять тоже больше сделала чего говорю тоже сделал больше то есть чтобы он у нас был такой более открытенький и сразу у нас цилиндр становится объемненький красивый то есть по сути его не так уж сложно строить и по идее даже можно без линейки вот и что нам нужно прежде чем штриховать или что-то с ним делать дальше нам нужно стереть лишние линии линии построения это вот эти вот линии внутри эллипс вот эти линии построения вот это вот внутри линию стола можно замутить желательно чтобы на все таки на одном уровне было вот это и вот это и можно приступать к штриховки